День детских изобретений Как предметы, созданные подростками, меняют нашу жизнь Казенные деньги на карту В Приангаре отправится под суд бывший бухгалтер исправительной колонии номер 19 Подготовка к крещению В Иркутской области подготовлено более 50 иорданий А теперь об этих и других новостях подробнее В Иркутской области в этом году модернизируют 15 почтовых отделений Накануне этот вопрос обсуждался на профильном совещании с участием губернатора Игоря Купзева По его словам, одна из первоочередных задач – улучшить качество услуг в этой отрасли и расширить их спектр Так, в прошлом году Почта России отремонтировала 14 объектов Там появилась возможность предоставлять госуслуги, измерять давление и температуру Определять содержание кислорода в крови На следующий год губернаторам Игоря Ивановичам дано поручение И мы совместно отрабатываем, конечно же, с отделением Почты России по Иркутской области По формированию программы на текущий 23 год Проводится работа с муниципальными образованиями Мы собрали и заявки, необходимо где проводить эти комплексные ремонты И сегодня с отделением Почты России проводится работа по непосредственно уже Какие действительно муниципальные образования по тем или иным критериям И необходимости, какие-то первоочередные есть, где необходимо срочно проводить такие ремонты Такая работа сегодня будет проводиться и проводится Кроме того, до 2025 года, согласно поручению президента страны Необходимо провести масштабную модернизацию отделений почтовой связи И в труднодоступных районах В планах на этот год строительство в сельской местности 19 модульных отделений В Госдуму внесен законопроект о расширении земельных льгот для героев России и Советского Союза Документ позволит передавать по наследству право на бесплатный участок их женам, детям и родителям Сейчас этой льготой можно воспользоваться только лично Такая мера призвана дополнительно поддержать военных, отмеченных за особые боевые заслуги перед государством Помимо этого, инициатива должна расширить функционал земельного участка Если раньше он выдавался для постройки дома и ведения личного подсобного хозяйства То теперь военнослужащие смогут вести и фермерскую деятельность Водные лыжи, шрифт Брайля, фруктовое мороженое У этих вещей есть кое-что общее Их придумали дети Тинейджеры создали сотни полезных предметов, которые в наше время имеют особую популярность 17 января во всем мире празднуют День детских изобретений О самых важных из них и о техническом творчестве в целом расскажет Кристина Пермякова Рельефно-точный тактильный шрифт или шрифт Брайля Те, кто столкнулся с ним впервые, скорее всего, не смогут прочесть ничего Но для Марины это не просто точки, а целые слова и предложения Такая система письма – большой помощник для тех, кто имеет проблемы со зрением Человек может учиться спокойно в той же школе, изучая полностью и русский, и математику, и высшую математику Все это понимая, дома можно написать те же, подписать какие-то предметы, специи, что такое, то есть удобно Этот шрифт придумал Луи Брайль более 200 лет назад На тот момент парню было 12 лет Он сам имел проблемы со зрением Сейчас его изобретение выручает сотни тысяч людей во всем мире Надо сказать, что детям принадлежит масса открытий По сей день тинейджеры изобретают различные гаджеты Создают их с нуля или модифицируют то, что было сделано ранее Но для этого требуется хорошее воображение Развить его помогают в ангарской станции юных техников Например, Егору Васильеву только 8 Но он вместе с товарищами уже проектирует модели гидроэлектростанции Мы делаем из ряда гидроэлектростанцию Георгий Георгиевич поправляет наши ошибки, и мы можем переделать Если я буду дома заниматься, то ребята мне никак не помогут Потому что там никого рядом не окажется В учреждении занимается около двух тысяч детей И, возможно, многие из них в будущем порадуют нас своими изобретениями Я думаю, изобретение происходит там, где молодому человеку интересно Он испытывает какую-то особую тягу в данном направлении Изобретение же может быть не обязательно в моей плоскости Она может в любом быть Но ребятам нравится конструировать, строить Я думаю, что все начинается с малого Они сейчас, может, даже где-то играются Но перерасти могут и в хороших инженеров Калькулятор, батут, водные лыжи – все это принесли в нашу жизнь гениальные умы юных изобретателей У детей и подростков воображение развито сильнее, чем у взрослых, считают специалисты Поэтому именно они зачастую предлагают весьма неочевидные, но при этом эффективные решения Кристина Пермякова, Дмитрий Новопашин, Местное время В Иркутской области отправится под суд бывший бухгалтер исправительной колонии номер 19 Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере Как сообщает пресс-служба Следственного комитета На протяжении двух с половиной лет Женщина незаконно переводила деньги с лицевого счета учреждения на банковскую карту своего знакомого В итоге колония недосчиталась почти трех миллионов рублей В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу Кировский районный суд оставил под арестом экс-министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова Этот пост он занимал до конца 2021 года Через 10 месяцев его задержали по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения И получением взятки в особо крупном размере Экс-чиновника взяли под стражу Там он будет находиться как минимум до 12 апреля Крупный пожар произошел сегодня утром в одном из торговых центров Иркутска К моменту прибытия спасатели горели стеллажи в стокольном помещении В здании наблюдалось сильное задымление Всем, кто находился в торговых залах, удалось вовремя эвакуироваться Погибших и пострадавших нет Как сообщает ВГУ МЧС России Пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки Хоккейный клуб «Ермак» провел заключительную игру в серии домашних матчей В этот раз их соперниками стала команда «Химик» из Подмосковья Уже на первых минутах хозяева льда смогли успешно атаковать вратаря Воскресенска «Химик» ответил во второй 20-ти минутке сразу двумя голами И к финальному отрезку встречи полностью взял игру под свой контроль В завершении матча коллективы обменивались шайбами Но «Ермак» не смог переломить ход игры Итог встречи 3-4 в пользу команды из Воскресенска Ближайшая встреча у «Ермака» запланирована на 22 января Наши сыграют с клубом «Горняк» из Верхней Пушмы Тем временем на ангарском стадионе уже вовсю идут тренировки Занятия на малой и большой аренах расписаны по часам И перед каждым выходом спортсменов мастера готовят ледовую поверхность Как это происходит, знает Мария Константинова Пока игроки высшей лиги хоккейного клуба «Ермак» тренируются на льду Мастер Евгений Тугалуков подготавливает чудо-агрегат Этот ледовый комбайн 3 в 1 Чистит отломившуюся стружку льда Тут же ее собирает и заливает новый И так каждый день Не секрет, подготовка к новому хоккейному сезону Начинается с заливки стадиона Летом в июле на улице еще солнечно и жарко А здесь, внутри дворца, кипит работа в минусовой температуре Сначала черновой лед Потом красим его, чтобы он был беленький Пролаживаем разметку И уже слой игрового льда налаживаем Приходит с федерации регламент, что надо, допустим, в этом году пришлось, что надо разделить центральный баннер, чтобы красная линия была видна всем И все пришлось разделить на 5 сантиметров, отделить его Еще всем нравится Лед Ермака – это 4 слоя качественного материала Уход за ним осуществляется ежедневно В бригаде несколько человек и работают они посменно Ответственность колоссальная, ведь обслуживают они две арены одновременно Это большая и малая А тренировки и игры проводятся буквально каждый час Специалисты всегда на чеку и готовы решить любой сложный вопрос Да, бывают нестандартные ситуации Вот, например, в этом сезоне их было две Надеюсь, тут попа, сучим там что-нибудь везде по дереву Больше не будет Получилось так, что раскатка перед началом матча Когда команды, грубо говоря, разминаются И разбивается стекло Летит шайба за ворота Стекло разбивается И по регламенту мы должны поменять это стекло Вот, прямо перед матчем Не когда-то позже, а вот именно непосредственно И получается, наши технические службы сразу же подключаются У нас есть готовые стеклины И подключается сразу же еще и служба заливки То есть, огромный штат мужчин выходит, меняет это стекло И мы воспеваем всегда вовремя Вот это было дважды Одну такую свинью нам подложил хоккейный клуб Торос А вот о качестве льда лучше спросить у настоящих экспертов Которые ежедневно выходят на тренировки И не щадя себя, наматывают километры на коньках Особенно, когда бегаешь, прям супер ощущение Ну, долго держаться, качество должно быть определенное То есть, не через 15 минут Вон уже все, там каша, там, я не знаю, осколки льда Так не должно быть У нас как бы хороший лед Ну, лед в целом, если его сравнивать с другими городами, с другими командами Лед, я считаю, что у нас один из лучших в городе, да Поэтому, как бы, качество льда очень хорошее у нас Так сказать, коньки катят, шайба скользит То, что надо Сколько километров накручивает сам ледокомбайн И посчитать сложно Ведь после каждой тренировки он выезжает на стадион И превращает морозную поверхность корта В скользкий, гладкий и совершенный лед То, что нужно ангарской оранжевой дружине Более 700 спасателей будут дежурить на водоемах В дни празднования крещения С 18 по 20 января Сотрудники профильных подразделений МЧС Будут работать в режиме повышенной готовности По предварительной информации, в 55 населенных пунктах Уже оборудованы и Ордани Но с учетом складывающейся ледовой обстановки Их число может быть изменено Тем временем спасатели напоминают Людям, страдающим хроническими заболеваниями Участвовать в обряде не рекомендуется Подробнее о том, как происходит подготовка Крещенских купелей в Ангарском округе Расскажем прямо сейчас в очередной серии рубрики Гор вода Передаю слово Ирине Шавлюк А я с вами прощаюсь Увидимся в эфире телекомпании Актис Два пандемийных годы И соответствующих ограничений позади В этом крещенским праздникам Ангарс готовится с особенным трепетом Традиционные мероприятия решено провести На том же месте, что и все предыдущие годы Мы находимся в пойме Кито Традиционно здесь организовывают купей Для крещенских купаний До одного из главных религиозных праздников Остается буквально считанные дни И в принципе к его проведению все готово Купель находится в нескольких метрах от берега Ее глубина примерно метр семьдесят И это абсолютно безопасно для ныряющих, уверяют специалисты Вода проточная, но течения в этом месте практически нет Максимум, что может грозить тем, кто решит провести обряд Это переохлаждение Но об этом позаботятся спасатели Традиционно здесь развернут палатку, где можно будет погреться Более того, на территории организуют дежурство медиков Все эти нюансы были определены на совещаниях Есть постановление мэра о проведении этого мероприятия Есть ответственные лица, которые указаны в этом постановлении Но за всеми этими ответственными лицами Как всегда стоит Ангарский водоканал Подписан договор с комитетом ЖКХ На выполнение ряда работ Это и вырубка льда Углубление чаши для купания Потому что купание будет произвелиться в мелком месте Чтобы исключить возможность травмирования людей Типа или не дай бог утонуть Глубина будет только в чаше Опыт в организации проведения подобных мероприятий У Ангарского водоканала огромный В считанные часы на месте уже работала техника и люди К обеду основные подготовительные работы были практически завершены В рамках муниципального контракта предполагается следующий виды работ Это подготовка парковки Вы сюда ехали, наверное, уже видели Это очистка всех дорог Это подготовка площадок верхних и нижних Где будут располагаться палаты Где будет проходить служба Значит, у нас две водовозки будут работать Поэтому настоятельно берем воду только с водовозок Ни в коем случае в купеле воду набирать нельзя Это определено Значит, и таблички специальные будут Все необходимые меры безопасности будут соблюдены Деревянный настил, сход, лестники, ну и так далее Расчищаем площадку Организовываем дежурство Организовываем подвоз питьевой воды, которая будет освящена Ставим крест В месте крещения освящение И, соответственно, прожитая будет работать Так что в ночь с 18 на 19 приглашаю совершить обряд Крещенская служба начнется за полчаса до полуночи После того, как будет совершена молитва Великого водоосвящения, начнутся купания В ночь с 18 на 19 января Синоптики обещают до 25 градусов мороза А учитывая скорость ветра и влажность воздуха Ощущаться они будут как 36 Однако истинных верующих погодные условия Никогда не останавливали Редактор субтитров А.Семкин